Всегда интересно посещать крутые и красивые заведения. Правда, часто это достаточно накладно по деньгам, но и тут выход есть. Например, вот это Макдоналдс в форме летающей тарелки, а это KFC, который открылся в монструозном и очень красивом здании классического стиля в Баку. В этом видео я расскажу и покажу вам самые крутые рестораны быстрого питания, которые только есть на нашей планете. А в конце видео вы узнаете, наверное, о самом крутом заведении во всем мире. Приятного просмотра! Когда разговоры заходят о фастфуде, первое, что приходит на ум, это Макдоналдс. Американская мегакорпорация настолько популярна, что известна буквально по всему миру. Что уж говорить, если рестораны этого бренда можно встретить вообще в любой стране. Наверное, только в Северной Корее, где нет почти ничего иностранного, этого ресторана вы не найдете. Но не стоит думать, что все эти заведения выглядят полностью одинаково и ничем не отличаются. Ведь специально для вас я нашел самые интересные здания ресторанов быстрого питания. И открывает наш список, признанный во всем мире самым красивым Макдоналдс из грузинского города Батуми. Это футуристическое здание проектировал известный грузинский архитектор Георгий Хмелидзе. Удивителен факт того, что ресторан совмещен вместе с автозаправкой. Хотя лично мне кажется, это очень удобное сочетание и по-настоящему гениальный маркетинговый ход. Приехал заправить автомобиль и заодно перекусил вкусных американских бургеров. Правда, многие отмечают, что посетителей у этого заведения немного. Местные жители больше предпочитают традиционную еду, которая часто оказывается даже дешевле иностранных аналогов. Например, грузинские хинкали там продаются подобно картошке фри, буквально на каждом шагу. Там также популярны очень вкусные грузинские лепешки с начинкой, которые называются хачапури. Наверное, поэтому ресторан не так популярен и среди туристов. Большинство, скорее всего, хочет познакомиться с традиционной кухней, а не с уже надоевшими всем чизбургерами и колой. Да и цены там, надо сказать, очень уж высокие. Но, несмотря на все эти минусы, нельзя не отметить красоту этого здания. Оно буквально выглядит так, будто это новая база Apple. Стеклянный фасад, интересная форма – все это поражает, особенно когда узнаешь, что это самый обычный МакДак. Я советую вам хоть раз в жизни увидеть это заведение вживую. А вот питаться там или нет – решать уже, конечно, вам. Вообще, если вы хоть раз бывали в МакДоналдсе, вы, наверное, знаете про их специальные наборы для детей, которые называются Happy Meal. В его состав всегда входит специальная игрушка, а также разные блюда из ресторана. И самое интересное то, что все это подается в специальные коробки особой формы. Именно таким решили построить здание МакДака в США в городе Северный Дала, штата Техас. Снаружи здание напоминает классическую картонную коробку от набора. Фасад выполнен полностью из панорамного стекла, на которое приклеили знаменитых персонажей из набора игрушек. И, надо отдать должное, выглядит это просто замечательно. Лично я в этом заведении не был, но когда я искал информацию, то наткнулся на отзывы, что внутри этот ресторан выглядит намного более впечатляющим, чем снаружи. Ведь весь интерьер выполнен из качественных дорогостоящих материалов. Дизайн-проект похож на то, что вы можете увидеть в крупных отелях. Отделка из мрамора, люстры, ковры и дорогущая мебель. Интересно, а блюда там соответствуют интерьеру? А вот в городе Розуэлл, который расположился в штате Нью-Мексико, решили, что классический дизайн в зданиях – это не круто. И ресторан Макдоналдс был размещен в летающей тарелке. Вообще, такая идея появилась в 1947 году. Тогда активно распространялась информация, что в штате на местную ферму произошло крушение НЛО. С тех пор в город начало съезжаться все больше и больше туристов, которые увлекались уфологией. Я вам больше скажу. В те годы Розуэлл стал настоящим центром для всех любителей теории заговора. Естественно, Макдоналдс не мог пройти мимо такой новости. И чтобы привлечь посетителей, в корпорации решили, что нужно построить новый ресторан в форме летающей тарелки. Такая идея понравилась буквально всем. Заведение прославилось как среди уфологов, так и во всем остальном мире. Кстати, интересно, а гости ресторана обслуживают зеленые человечки или гуманоиды? Или все-таки представители земной расы? А вот в городе Дэс Плейнс в штате Иллинойс сохранилось, наверное, одно из самых старых и интересных зданий Макдоналдса в мире. Здание построили в далеком 1955 году, когда там открылся первый ресторан Макдоналдс по франшизе. С тех пор это заведение ни разу не отклонялось от своего первозданного вида. Такое значимое для компании здание просто не могло не остаться незамеченным. Поэтому в нем разместили настоящий ретро-музей. На парковке ресторана вы можете обнаружить классические американские автомобили прошлого века, которые, надо отдать должное, выглядят просто потрясающе. Внутри также есть очень интересные экспонаты из далекого прошлого. В общем, из обычного ресторана быстрого питания Макдак в этом городе превратился в настоящее достояние. Хотя и свою основную функцию Макдоналдс все еще выполняет. И вы по-прежнему сможете заказать свою любимую колу с картошкой. Кстати, как считаете, она осталась неизменной по вкусу с тех времен? Пишите в комментариях ваше мнение. А когда пару лет назад в мире нашумела знаменитая игра Angry Birds, Макдоналдс также не мог остаться в стороне. Помимо новой серии игрушек в Happy Meal, в корпорации решили построить тематическое заведение. Место выбрали в китайском городе Шанхай. И в этом ресторане буквально все напоминает об этой знаменитой игре. Если вы не знали, по сюжету игры птицы сражаются со свиньями. Вы, как игрок, должны были выстреливать ими из рогатки в строение соперника, при этом разрушая их и уничтожая зеленых хрюшек. Поэтому дизайнеры ресторана решили, что знаменитый логотип Макдоналдса может стать отличной рогаткой. А на стеклах красуются стикеры птиц, которые врезаются в него. Стоит отдать должное, идея на самом деле очень крутая. Лично мне она очень нравится. Только остается один вопрос. Выходит, в заведение всех гостей считают свиньями? А теперь представьте, что вы едете в далекое путешествие на поезде. И как было бы прекрасно перекусить не надоевшей лапшой быстрого приготовления, а полноценной едой. Для этого в мире изобрели вагоны-рестораны. Правда, в американском городе Барстол, который расположился в штате Калифорния, пошли немного дальше. Там ресторан Макдоналдс решили открыть в старых железнодорожных вагонах. К сожалению, во время путешествия вы не сможете попробовать старый добрый Биг Мак или картошку фри. Вагоны не действующие, они стоят в тупиках железнодорожной станции Берстол. А сама станция перестала работать по назначению еще в далеком 1955 году. На самом деле, это очень интересная идея. Чего простаивать старым вагонам, когда их можно использовать почти по прямому назначению? Но было бы намного круче, если бы были такие поезда, в которых расположились бы вагоны Макдоналдс. А вы бы посетили бы такой вагончик? Вообще, в мире очень много разных заведений, которые расположились на пароходах и других крупных кораблях. Обычно в таких ресторанах подают морепродукты и все, что связано с этой тематикой. И кажется, там подается только лучшие блюда из высокой кухни. Но в Макдоналдсе работают настоящие гении, поэтому они тоже решили открыть ресторан прямо на пароходе. Да еще на каком? Старый добрый колесный корабль, который раньше перевозил грузы и людей, нашел свое новое предназначение уже после вывода из эксплуатации. Пароход навсегда остановился в городе Сент-Луис. И как вы уже могли догадаться, в нем поселился самый знаменитый ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Интересно, а там подаются все блюда с рыбой, или они решили все-таки отказаться от этого клише и оставить классическое меню? Кстати, поражает этот Макдак не только снаружи, но и внутри. Там как будто остановилось время, ведь сотню лет назад за этими массивными деревянными столами и кожаными диванами сидели все те же люди. Правда, в те времена они не питались вкуснейшими бургерами, а просто ждали, пока приедут в нужное им место. Но меня больше всего поражает ресторан, который расположился прямо в самолете. Да-да, вы не ослышались. Макдоналдс открыли свое заведение в старом пассажирском лайнере Douglas DC-3. Стоит этот замечательный самолет в Новой Зеландии, в городе Таупа. Его, кстати, выкупили у местного аэродрома за сущие копейки. Вообще, изначально его выкупил мэр города для того, чтобы расположить в нем свой офис. Но чиновники подумали-подумали и решили, что общественность может начать негодовать из-за таких понтов. В итоге самолет был передан для обустройства новой организации заведения общепита. Макдоналдс буквально не мог пройти мимо столь интересного варианта. Именно они и выкупили у города самолет. Самое интересное, что при ремонте не трогали кабину пилотов. Там оставили все, как было раньше. В корпорации просто отремонтировали салон, разместив в нем удобные столы и диваны для гостей. К сожалению, этот самолет больше никогда не взлетит. Но было бы интересно поесть знаменитый Биг Мак где-нибудь на высоте. Скорее всего, вы, как и я, считаете Бургер Кинг главным конкурентом Макдоналдсу. Да на самом деле так и есть. Эти две корпорации уже давно конкурируют между собой за лидерство на рынке фастфуда. И естественно, БК тоже не мог пройти мимо интересных заведений, ведь у их главного соперника Макдоналдс вон сколько крутых ресторанов. Поэтому в компании подумали, если у Макдака есть ресторан с заправкой в одном месте, значит мы должны сделать что-то похожее. Маркетологи также решили совместить приятное с полезным. Поэтому они открыли спа-салон Бургер Кинг. Расположилось столь интересное заведение в столице Финляндии, городе Хельсинки. Главная достопримечательность этого ресторана – сауна на 15 человек. Правда, забронировать ее может быть довольно накладно. Стоимость за три часа составляет 300 баксов, что в пересчете на рубли примерно 30 тысяч рублей. Хотя за эти деньги вы получите отличную комнату отдыха с телевизором и игровыми приставками, сауну, разные спа-процедуры и ресторан прямо под боком. Представьте после горячей баньки пойти с друзьями поиграть в приставку, попутно заточив вкусный бургер с картошкой фри и колой. Это ли не чудо? Кстати, фастфудом можно считать и кофейни. Ведь вы можете забежать в них и через пару минут уйти довольным и счастливым со стаканчиком вкусного кофе и какой-нибудь закуской. Так вот, есть одна компания, которая развилась до таких же масштабов, что и Макдональдс, только в сфере кофеин. И называется она «Старбакс». Вообще, все их заведения выглядят очень даже интересно, футуристично и довольно круто. Правда, отметить какое-то одно достаточно трудно, ведь корпоративный дизайн никто не отменял. Да и отходить от установленных правил, как это делают в Макдаке, никто не хочет. Зато в «Старбакс» решили поэкспериментировать с местом расположения ресторана. Они открыли свое заведение прямо на горнолыжном курорте в Сквоуэлли в США. И мне кажется, это просто гениальная идея. Ведь что может быть лучше, чем горячий напиток посреди огромной заснеженной горы на большой высоте? Правильно, ничего. Стоит также отметить, что «Старбакс» и так пользуется огромной популярностью в мире, потому что в его заведениях делают просто потрясающий кофе. Наверное, поэтому ресторан в горах также пользуется просто огромнейшей популярностью. Кстати, в заведении договорились с курортом и построили свой собственный подъемник, который доставляет любителей горнолыжного спорта прямо к кофейне. Лично я очень хотел бы побывать в таком заведении. Интересно только одно – за месторасположение там сильно увеличили стоимость своей продукции. Помимо кофейны бургерных, огромной популярностью пользуются различные пиццерии. Да, вы не ослышались по правилам русского языка правильно говорить пиццерии, но мы будем говорить как все. Хотя сейчас они скорее уже равноправные. Ну да ладно. И в мире есть несколько известных брендов, например, Пицца Хат. И эта компания решила сильнее всех отличиться среди конкурентов. Они открыли свое заведение в Египте прямо напротив знаменитых пирамид Гиза. Мне кажется, это просто лучшее решение вообще для любого ресторана. Представьте, вы можете покушать и расслабиться с видом на это чудо света. А самое интересное то, что заведение расположилось прямо над своим конкурентом – KFC. А вот из их окон такого вида никогда не увидеть. Наверное, выдержать подобную конкуренцию никто не сможет. Вы только представьте. Прямо над вами находится еще одно популярное заведение – пиццерия, только у него из окна видно самую главную достопримечательность страны. Мне кажется, в этом ресторане Пицца Хат деньги гребут буквально лопатами. Главное, чтобы там не пренебрегали обслуживанием своих гостей. Хотя, судя по тому, сколько там посетителей, пицца там достойная. А вот в компании KFC, наверное, долго горевали, что они не смогли заполучить тот самый вид из окна в Египте. Правда, делали они это недолго, так как смогли договориться с правительством города Баку в Азербайджане. Их новый ресторан был открыт в бывшем железнодорожном вокзале Сабунчи. И стоит отдать должное, это здание выглядит просто потрясающе. Ресторан рассчитан на 300 посетителей, что, как мне кажется, колоссальная цифра. А с учетом того, что это фастфуд, обслужить такое количество для заведения не составит труда. Но самое главное, что я хотел бы отметить, это то, что в KFC решили не портить фасад здания в мавританском стиле. Они лишь повесили небольшую вывеску, чтобы было понятно, где можно подкрепиться. И за это я могу выразить компании свою отдельную благодарность. В конце видео я бы хотел рассказать о еще одном американском ресторане быстрого питания, который уже не так сильно известен по всему миру. Он называется Taco Bell. В меню этого заведения входят знаменитые мексиканские блюда, которые называются тако. Не знаю, как вы, ребята, но я их однажды пробовал, и это супер. Так вот, в компании решили тоже отличиться и открыть удивительный ресторан. Расположился он прямо на берегу Тихого океана. В заведении просто потрясающий вид прямо на пляж. Легкий морской бриз, теплая погода, прохладительный напиток и сочные вкусные лепешки с мясной начинкой. Это ли несчастье? Лично я очень хотел бы побывать там. А вы? Делитесь своими мыслями в комментариях. Это были самые удивительные и интересные рестораны быстрого питания в мире. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok